Алтайскую больницу наказали за отказ в выдаче лекарств многодетным семьям. В прокуратуру поступило три обращения, сообщают аргументы и факты на Алтае. Инцидент произошел в ЦРБ Ельцовского района. Как пишет ведомство, врачи назначили детям из многодетных семей лекарства, но фактически они их не получали, хотя по закону имеют полное право на льготное обеспечение. Прокуратура от врача решить вопрос, виновных лиц привлечь к ответственности, и только в итоге дети получили необходимые препараты. Комсомольская правда на Алтае разъясняет, могут ли родители взять больничный, если садик закрыли на карантин. Сейчас в регионе закрыто три детских сада в Вийском, Косихинском и Целинном районах. Заболеваемость уже превысила 20% по данным Роспотребнадзора. Всего в крае 15,5 тысяч заболевших. Управляющие Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Татьяна Петрова сообщила, что один из родителей ребенка, которому еще не исполнилось 7 лет, в случае закрытия садика на карантин, может оформить оплачиваемый больничный. Листок выдается лечащим врачом ребенка при предъявлении копии приказа дошкольной организации, где объявлен карантин. И здесь же на страницах КП о том, где и когда в Барнауле откроется новая школа. Ей уже присвоен номер 135. Школа оборудована по последнему слову техники, стулья для школьников могут регулироваться под рост ребенка. Современным оборудованием оснащены спортзал, медкабинет, лаборатории химии и физики, библиотека и столовая. Построен бассейн. На прилегающей территории оборудована спортивная площадка, посажены деревья и кустарники. Всего на этот проект понадобилось около 500 миллионов рублей. Ранее в Министерстве образования региона озвучивали, что в этом году откроют еще одну новую школу. Но тем временем алтайские школьники должны определиться с выбором предметов для сдачи ЕГЭ до 1 февраля. Как пишет Политсибру со ссылкой на правительство региона, в заявлении разрешается указать любое количество предметов, при условии, что обязательными для сдачи, как всегда, являются русский и математика. Остальные предметы школьник выбирает в зависимости от того, по какой специальности желает продолжить обучение. Напомним, единый госэкзамен в этом году традиционно пройдет в три этапа, досрочный с 20 марта по 10 апреля, основной с 27 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 20 сентября.